всем доброе утро почти утро 12 часов дня ну вот яра никак никак мы вроде бы и ложимся пораньше еле-еле я его вот в 12 час пока подняла пока проснулся сейчас он у меня покрутилась и сейчас будет ползти в длины две длины хорошо давай все ты со мной по этот торгуется сразу просто отвечу что яр пожалуйста давай дело во первых ему надо восстановить свои функции переднего бедра ну то есть как бы его ноги сейчас покажу немножко так ну так чисто сегодня понятно то есть ведь у него ноги сейчас от разъезжаются то есть как бы до этого они у него не разъезжались но сейчас сформировалась немножко по-другому спина формируется по-другому другие мышцы ног и поэтому надо и с помощью их тоже с подключением поэтому немного есть видоизменения яр давай эти видоизменения которые за слабости переднего бедра он ведь расползает ноги и ему сложнее ползать так собери собери и сейчас я его соберу то он будет нормально ползти сейчас помогу но нам нужно восстановиться иначе если мы не восстановим это до конца помогу эти нога еще потрясается стал сейчас я для никак не не получается эти дни андрей постоянно на работе не надо с ваш новый который у нас его просто надо когда на я реки то есть как бы надо поставить чтобы я придерживала и уже я река со с вашим адрес закручивал эти все болты и гайки вот поэтому пока пользуюсь темно тот синий он неудобен в домашних условиях потому что врезается в стопы если яра опускается он передает возможность ему опуститься и врезается тогда в стопы очень-то там шарниры и немножко травмоопасно если вдруг чуть-чуть яра посильнее опустится то есть или реже не дай бог вот это железка стальная врежется в еду в едет ему в ногу проткнет и будет потом конечно еще больше беда поэтому я сейчас не стараюсь днем только на ходьбу его одеваю вот к чему я то что яра отказывалась он отказывается не от этого не то что он голодные сил нет это то я так понимаю что просто отказывается ну лень но вот мне тоже к чесно я стою и мне как-то не очень здесь комфортно начинать свой день с какого-то пробежек каких-то я вот не знаю почему это здесь такая более вареная чем когда я там дом ноут в евпаторе в евпаторе мне легче утром вставать могут на самом деле мы чуть-чуть на час от отца отложился время вложения туда до конца сна и поэтому с утра сложнее встать могут здесь теплее дома я не знаю суши хочется вот лежать и не вылазить я просыпаюсь потому что это полчаса минут сорта я больше валяюсь там я спокойно быстро подскакивала думаю та же самая фишка хотя мы спим с открытым окном и постоянно вы спите с открытыми окнами ну не знаю я вот уже привык раньше мы так не делали раньше особо все было бы закупорено особенно мы в баку жили все должно было быть в общем то вот прям жестком в этом отношении здесь нет здесь я практически всегда держу окно на микро засыпание достаточно его сильно открываю пока мы засыпает айара потом я его закрываю на микро и вот всю ночь у нас на микро и то же самое было в евпаторе евпаторе здесь наш там было не окно там была дверь потому что там такая немножко другая система и мы оставляли балконную дверь я то есть окно в она балкон закрывала там там такие рамы были не совсем ну то есть не пластик поэтому они пропускали вот воздух дверь мы оставляли приоткрытую чтобы было будет дышать не знаю мне кажется водка все-таки кислород это классно как-то какой-то момент у меня такая пришла мысль и мы стали вот так вот и постоянно спать вот но к чему еще я то есть как бы доделала давай ну теперь давай к свечкой стенке быстренько поприседаем и все просто я у яра с утра не тренировка это просто как разминка то есть он четыре раза крутится два раза проползает и потом идет к свечкой стенке мы приседания делаем вчера когда был андрей когда бывает если он рядом то выпады просто после последнего вот его подкала в антиспорта у него немножко но как бы не тоже неудачно но вот такой опыт тоже теперь будет чтобы вроде как бы типа располагала бить то что он не перри разгибает руку выворачивает и дело чтобы он ее не выворачивал нам укольнули в пронаторы получилось они расслабились и расслабили кисти рук и он не может участвовать только только восстанавливает уже сколько два месяца прошло он восстанавливает вот захват у него захвата вообще не было то есть они расслабились получаются сгибатели расслабили а вот теперь их сгибать разгибать он их не может то есть как бы до держать они просто расслабляются и вот так вот у него торчат сгибатели грубо говоря отключили а разгибатели не подключили может быть вот так ну и короче говоря это идет просто как чисто разминка перед тем потому что у новов с яростью с его формой как я сейчас две секунды я договорю мы иду к тебе то есть как бы как я уже так понимаю что для нас это надо должно быть вообще как система для него самого то есть вот он размялся и после этого он себя намного лучше чувствует он намного себя лучше сидит держит ну как бы голова начинает включаться ну как бы чуть-чуть подразмялся и тебе поэтому и мы хотим чтобы это все-таки было его образом жизни таким да что как его вот да понятно конечно легче что ты делаешь может быть принять как-то за другие но когда он вырос пускал сам принимает решение и отвечает за свою жизнь пока как говорится я пытаюсь все таким по максимуму чтобы это было ну более-менее уравновешенное тело как оно будет то есть мы сейчас не ставим вопрос о том что вот прям ему надо только лишь прямая ходьба 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 без опоры без поддержки как бы данного вот так вот здесь сейчас просто борьба за его здоровье потому что скрюченная спина это и легкие это и желудочно-кишечные и кишки и все органы они там внутри страны элементарно первым страдает диафрагма и легкие да то есть как бы сосуды сверху и тем более идет кислород подачу поэтому пока это только вопрос физкультуры для поддержания что когда мозг будет готов чтобы тело тоже был форме более-менее да то есть этой позиции а на голодный желудок потому что сейчас бы как бы когда он наешься да вот тебе честно я раз попробовал тренировку поела и тоже пошла тренироваться это было жутко поэтому мы сначала сейчас просто разминаемся чутка отогнать и вот просто размять тело чтобы голова начала нормально хорошенько работать кровоснабжение восстановилась потом завтрак потом уже или уроки или уже тренировку но в основном на самом деле тренировку потом невозможным то есть там какой-то пробел получается то вот это время школьные да как бы проходит когда если там ну мало ли я не мы все люди и я не говорю что вот я такая яколка я могу вот прям 24 на 7 естественно надо что-то делать и по дому и по квартиру меня эти дела не сделаются да если учитывать еще что все-таки андрей у нас не забывается он работает естественно он встает и так это сразу отвечу потому что никогда два основных вопросов то есть как бы что там андрей почему но во первых а мы в тот момент когда мы снимали мы уже с андреем наговорились по телефону когда естественно он пришел ну естественно как бы как получается я его уже там встретила потом получилось он там еще пошел мусор выбрасывать еще там что-то делать а потом только но мы уже сели дальше сумку разбирать и андрей уже с вещами то есть как бы с работы уже зашел когда он сюда это уже было не такая ну то есть я рада сидел играл да с ярой это была первая встреча со мной это было уже не первая встреча поэтому все нормально не переживайте все хорошо но человек устает во первых плюс ко всему у него все таки работал на работе он целыми днями и как бы конечно сложно рассуждать у него не сидячая работа так скажу плюс еще и творчество ну и морально там и физически и ответственность большая поэтому то есть как бы понятно что все таки и возраст уже плюс еще свои все равно есть какие-то проблемы внутренние здесь есть проблемы родителя которые тоже свои тоже давно это для него она мама и хочешь не хочешь надо тоже думать и решать вот так все нормально спокойно ну человек устал до встает не всегда мы еще не все я опять же повторюсь это же не кино картинка где после инсульта я тоже так думала что сейчас человек шарахнул инсульт отойдет проснется и встанет и пойдет потому что мы так хотим то же самое как после инфаркта но люди это жизнь это совсем другая картинку ну понятно что мы любим смотреть мелодрамы не все любят смотреть фильмы ужаса да ну как бы опять же в общем так в таком русле и второй вопрос такой тоже основной это про эмилию почему я сильно не показываю не говорю вот потому что найти честно говоря те кто честно не обижайтесь те кто слишком близко они все прекрасно знают то есть как бы да если по ватсапу или как-то да мы это получилось что стали общаться но ребенок вроде как бы не хотел чтобы ее показывали она не хочет на какие-то моменты были где попался ребенок в кадры что-то и почему-то некоторые комментарии пошли не очень такие знаете плюс по всему если вы сами по себе которые почему-то пытаются найти во всех вот момента какой-то я не знаю тоже негативизм но почему-то я считаю что человек просто знать когда он своей жизни не не реализован то он пытается найти что-то в чужой жизни просто ребенок тоже у нас читает комментарии ребенок тоже смотрит и начали просто цеплять цеплять ее некоторые цеплять какими-то непонятными темами не очень такими приятными не очень нужными поэтому мы просто исключили я мать и я исключила все взаимодействие с этим каналом чтобы человек принципе ребенок зачем она еще ребенок она еще она подрал то есть как бы ну не ребенок она уже возрослеющая такая личность поэтому вот эти все такие мути которые кто-то пытается каким-то образом зацепить каким-то образом что-то какое-то сказать плюс еще самое обидно что есть некоторые девочки на канале которые типа подходят очень близко начинают как-то взаимодействовать знаете уже на более таком уровне а потом начинают свои высказывания так посмотрю на других каналах да я знаю да я в теме да я в курсе да и там типа начинают как бы интерпретировав все по-своему вы перекрутив все по-своему как вы знаете выжив вы взять выжим куда из этого основного всего и взять вставить свои пять копеек и высказывание какие-то высказывать где-то что-то но мы решили ну то есть кого не мы решили я просто сама решила что это ее жизни мелькина это ее своя как бы да но свой путь какой-то захочет она когда так захочет она появится захочет она что-то рассказать о себе или как-то показаться проявиться то милости просим я всегда зал и никуда это не вырезаю не чучек меня ждет вот но так сильно я не буду ну как касаться темы и мельки то есть во блогах поэтому мы как-то начали показывать то есть были такие первые эти ролики с ее экзаменов то есть ее подготовки с ее ну окончание школы рекорда вот но мне тоже самое не понравилось что я видела что ребенок потом начинает она очень болезненно воспринимает какие-то тоже ну как бы она как подросток она еще воспринимать по-своему какие-то комментарии по в ее с этот ну как не то что в ее ну да в ее сторону поэтому просто мы прекратили чтобы лишний раз вот не давать повод для тех кто хоть хочет чем-то как-то зацепить семью или чем-то зацепить как бы я не знаю вот детей но есть такие любители есть такие короче говоря кто-то как-то здесь никого ничего не сможешь избежать от этого скажу лишь так вкратце что у нее все хорошо все нормально то есть как бы все что она хочет как она хочет то есть к чему она стремилась и к своим реализацией своих целей она к этим целям идет она у нее путь достаточно не знаю мне кажется активные но что делать как бы да у нас нет такой возможности очень часто общаться я как мать это принимая воспринимаю я воспринимаю ее как личность как человека на данном этапе это получается так и что сложилось почему может быть то что надо все таки конечно как бы кто-то скажет что вот как но не то что скажет а некоторые писали что девчонки что ты там вот постоянно в ярику с яриком типа она дочь забила нет я не забила я за нее переживаю я с ней тоже стараюсь поддерживать контакт но это ее личная опять же скажу у нее своя жизнь сейчас она так я принимаю то есть как бы все ее желание может быть даже или условия в общем то ну вот по своему я себе так потому что в данный момент по-другому у меня не получается я не могу скинуть со счетов 2 чисто потому что но сейчас данный момент может быть даже это нужнее для того же чтобы потом первому было легче в будущем не было обязаловки как и некоторые я не рассчитываю на то чтобы один смотрел за другим или третий смотрел за вторым рассчитывать что-то как таково то но как она будет так будет в общем то в принципе ладно это уже ладно мы пошли заниматься я так надеюсь что основные комментарии я ответила обедать то есть а завтракать пусть как бы вот после тренировки всегда сразу я его сразу кормить это сто процентов чтобы он кушал и набирал вес и кстати весом ну тихо-тихо так вот начинают мышечную массу надо все-таки набирать у яра были взаимодействия мышечной массы у него не было изначально вот такого прям совсем как объяснить что все очень плохо с мышцами нет у него это все пошла ерунда после противосудорожной терапии сейчас пока как можем так стараемся как что получится то будет на генстава а 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 Субтитры сделал DimaTorzok